Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер. С вами Григорий Мирошенченко. Все еще город Челябинск. Я очень долго задержался вот этой осенью в Челябинске. Почему? Потому что, наверное, надо. Это стоит того. И почему это стоит того, тоже узнаете чуть-чуть позже. Сейчас, дорогие друзья, пожалуйста, поставьте, как меня слышно, видно, по 10-бальной системе. Я вижу, движок работает. Вроде все должно быть нормально. Так, хочется всех поприветствовать. И Сергея Швырова, и Николая, и всех. И Юра. Юра Зубер здесь тоже, наверное, да? Юра Зубер здесь? Нет? Тоже здесь хочется дать тебе слово. Да, Николай Брюхов, да, Сережа Свыров, Артур. Зашел все-таки. Сейчас, дорогие друзья, я прошу вас, пожалуйста, просьбу. Ну, не сейчас, но в чате. Вот мне в личном скайпе. Напишите, пожалуйста, в чем была проблема у вас? У вас в чем проблема при заходе в комнату Мирополис? Почему? Потому что я уже не только здесь, но и в Крыму несколько раз, вы знаете, отменял вебинары. По простой причине я не мог заходить в эту комнату. И там, в общем-то, надо флеш-плеер закачать и так далее, и так далее. И даже после этого бывали проблемы. Напишите у вас, какие проблемы при входе в комнату. То есть, может быть, задержки просто идут нам подождать чуть-чуть, чтобы этот опыт нам знать, мне знать, и, соответственно, людям, если что, сбрасывать. То есть, подождите, либо же смените браузер. Вот я знаю, что с Мозилы заходят изумительно, без всяких проблем. Поэтому это очень-очень важно знать. Поэтому обратную связь, пожалуйста, держите. А теперь я хочу, дорогие друзья, задать такой простой вопрос. Кто сегодня присутствовал и кто присутствует в чате, в чате, в котором шла такая, знаете, супер оживленная дискуссия. Я сейчас этот чат, кстати, открываю. Сейчас, секунду. Это Transnet Space. Ответы на вопросы. Последнее здесь у меня отмечено Алла Воеводина. Она здесь присутствует. А сейчас просто напишите, поставьте, что да или нет. Вы присутствуете в этом чате или не присутствуете? Видели вы эту полемику или не видели? Пожалуйста, напишите, да или нет. Да или нет. Видели эту полемику или нет. Этот чат, ну, как бы связан с крипто направлением и так далее, и так далее. Ну, такой и информационный, и ответы на вопросы. Transnet Space. Кто там присутствовал, кто видел, кто читал? Напишите, да, видели или нет, не видели. Мирополис только что сглючил, да, может быть, но это слишком часто происходит. Пожалуйста, ребят, напишите. Вопрос, может быть, попыток зашел. Артур, да, я понял тебя, спасибо. Вот это не только у вас, но и у модератора. У меня такая же проблема бывает. Так, я сейчас вот просто читаю, что вы написали. Ну, с Мозилы захожу. Да, ребята, если у вас есть Мозилы, и устраните Мозилу. С Мозилы проблем нет с заходом. Я уже в этом убедился. Так, 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 да, 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 присутствуют чаки, да. Замечательно, чудесно. Я секундочку сейчас ваше время потрачу, все-таки мне важно это, да, и сегодня, возможно, было писать имя и адрес в предходе. Марьяна, да, это в предходе в кабинет уже. Так, Рафаэль не видел чат, Баграт видел, Нина нет. Так, читала, нет, Татьяна Новосибирск, да, да, Миша Шеримкин там очень хорош, хорошо, хорошо, так, скажем так, оппозиционировал, в хорошем смысле слова. Так, да, ну, там по финансово грамотности там не с Мирополиса было, а с другой комнаты, но это бывает там, ну, раз, я не знаю, в полгода, наверное, поэтому там все, ну, Гузель, молодцы, они там с Виталием Сером, они моментально перестроились, они суперпрофессионалы. Вот, я, как сказать, в их команде, я не в моей команде, вернее, но в любом случае, то есть их рядом не было, то есть я провожу эти вебинары без участия Виктора Тарасова, Магасума Гузель и Виталия Серова, поэтому, как бы, у меня помощников в этом отношении нет. Но если что-то срочно, я Гузель тут же вызываю, и она через чат уже меня, через интернет консультирует. В том чате мест нет. Танюша, ну, ты там, по-моему, присутствуешь, да? Есть. Окей. Итак, дорогие друзья, ну, все это так, это не только потеря времени, но это выяснение, в общем-то, многих таких нюансов и неисходницкого браузера, па-па-па-па-па-па-па. Ну, ладно, ребята, я все, я больше не читаю чат, все, не читаю чат. Мы сейчас, знаете, мы сейчас пообщаемся, поговорим по поводу той рассылки, которую я делал. Я надеюсь, что вы посмотрели. Вот, действительно, тот потрясающий материал, который был в рассылке, он действительно потрясающий материал. Это ответ на многие вопросы тех людей, которые, ну, ничему не верят. Но их переубеждать, наверное, и не стоит. И я сейчас, знаете, я просто захожу, вот, снова открыл. Я сейчас не вижу, что вы печатаете, просто не вижу. И просто мне хочется поговорить об этом. Вот эта дискуссия, которая была, она дискуссия очень-очень важная. Почему? Потому что она зацепила всех абсолютно. И вот Танюша, Танюша Новикова из Москвы, Татьяна, вот последний, я тебя открыл и вижу твою подборку. Ты просто умница, ты сделала для меня, вот, подобрала весь материал, хотя я сам хотел сделать подборку и об этом поговорить. Я начну не с первой своей подборки, а чуть дальше. И о чем вопрос пойдет? Ребята, пойдет вопрос о такой простой вещи, что люди задают, вы знаете, вот, как говорится, я что-то маленькое сделал для чего-то, а теперь требую, чтобы мне вот дали все. Не в том плане, что не в обвинении, а то, что что-то кто-то обещал, что-то когда-то говорил и что-то где-то что-то не сделал. И вот, исходя из этого, вот, из этого вопроса, я хочу, ну, здесь у нас, здесь у нас появились товарищи не совсем адекватные, я просто пока закрою это, хорошо. Сейчас, одну секунду буквально, ребята. Так вот, эта дискуссия, которая была у нас сегодня в... Так, сейчас, одну секундочку, дорогие друзья, у меня просто помощников нет, поэтому я просто чат отключу, пока на время. Так вот, дорогие друзья, по поводу той дискуссии, которая сгорелась. И вы знаете, вот здесь люди, я понимаю, что кто-то кого-то пытался обвинить в чем-то, кто-то пытался что-то доказать, но в любом случае, вот, суть дела заключается в том, что, вы знаете, вот я, как бы, расписал и послушал последние выступления, особенно в Праге, Сибирякова Сергея Анатольевича и Леша Суходоева. Хотя сейчас уже прилетел в Челябинске. Вот там, знаете, была такая фраза, сказал Сибиряков Сергея Анатольевич, «Никому ничего доказывать не буду и не хочу». И если кто смотрел этот вебинар, то вы, наверное, помните эту фразу, что если вы в это не верите, тогда, когда это на самом деле есть, то я прошу вас, ну, просто покиньте зал. Почему? Потому что вы в это все равно не поверите. Это как в том, знаете, мультфильме. Помните, наверное, мультфильм, где мальчик, который кушал конфету во сне, пирожное кушал, там мороженое и все остальное, потом, говорит, и проснулся, у него в руках пироженка, там мороженки, конфетка, и он ее откусывает, ему чувствует, что это вкусно, сладко. Он говорит, да, я не сплю, да, не сплю, но я, говорит, все равно не верю. Вот примерно такое понимание. И это, опять же, не осуждение. Я об этом буду говорить, повторять постоянно. Почему? Потому что мы люди все разные. И по-разному подавали вам информацию ваши лидеры, ваши спонсоры. По-разному подавали информацию. То есть кто-то обещал через полгода стать миллиардером, кто-то через год миллионером, а кто-то через три года просто обеспеченным человеком. Я беру, вот все переворачиваю с ног на голову. Но хотим мы или нет, у нас в личном кабинете, во всех абсолютно фондах, то есть в головной компании, в фонде Хавратова Андрея Федоровича, в нашем фонде Кэпитал, где мы в основном работаем в фонде Кэпитал, все это есть в разделе документы, 15 этапов развития, где все прописано. И все равно люди говорят, ну как, у нас там написано, что 15 этапов развития, 15 этап заканчивается в конце 17-го года. И мы должны выйти на IPO, то есть еще выход на IPO, подготовка к выходу на IPO. Но у нас 17-й год заканчивается, а мы еще находимся только на 10-м этапе, переходим на 11-й этап. Ребята, я могу вам зачитать, я еще буду зачитывать то, что вот в этом дискуссия была действительно очень-очень интересная. И ответы на вопросы давал Виктор Игоревич Бабурин и Сибиряков Сергей Анатольевич, и сами партнеры давали ответы на вопросы тем, кто задавал такие, ну, можно сказать, не то что серьезные, а вопросы такие неудобные. Скажем так, неудобные вопросы, но неудобных вопросов не бывает. Почему? Потому что у нас в нашей компании то, чем мы занимаемся, неудобных вопросов не существует. Я бы хотел просто ответить всем абсолютно скептикам на простой вопрос. То есть на все вопросы просто, ответ может быть прост. Мы прошли аудиторскую проверку, очень серьезную, в Белоруссии. И международная, кстати, проверка аудиторская. Дальше мы прошли налоговую проверку за последние два года, где не выявлено ни одного нарушения. Это опять же к пониманию и вам лично, и к пониманию тех людей, которые говорят, вы знаете, вот когда мне говорят, вот я постоянно, я уже более 20 лет в сетевом маркетинге, и слышу постоянно, вы знаете, Григорий, это не я вопрос этот задаю, это спрашивают меня мои люди, я вам на тысячу процентов отвечу, вот тысячу процентов, это так происходит, это ваши тараканы в вашей голове, это не вас спрашивают, это вы так думаете. То есть это опять же не обвинение, а понимание психологии того, что когда такой вопрос задается, это не вы, то есть это не ваши люди, это вы, это вы так думаете, вы в чем-то не уверены, вы в чем-то сомневаетесь. Но, ребята, если вы в чем-то сомневаетесь, задайте вопросы своему спонсору, первому, второму, третьему, и дойдите до самого верха. Вплоть до того, что первое, может быть, до меня, может быть, до Игоря Хальзова, я не знаю, до Ларисы Артамоновой, до Алексея Сухогоева, я у Алексея Сухогоева, до меня дойдете, говорю, лидер, вы знаете, есть такое выражение, лидер – это тот, на ком заканчиваются все проблемы. Лидер – это тот, на ком заканчиваются все проблемы. Это действительно так есть. И то, что сегодня милая дама, я больше всего уверен, эта милая дама написала в чатах о том, что вот она сама так не думает, но ей задают неудобные вопросы ее партнеры, пенсионеры. Дорогие друзья, у меня вот специальная есть тетрадка, это, кстати, не надо бы показать, но я покажу специальная тетрадка, где записано у меня, я не знаю, сколько здесь, наверное, более ста пенсионеров, вот здесь их пароли, их логины и так далее, и так далее. Этого, по идее, нельзя делать, но я свои секреты открываю. И вот только одна тетрадка, а две такие тетрадки. Люди, которые вообще не владеют интернетом, но они доверяют мне, доверяют тем партнерам, которые находятся у меня здесь в офисе, мне, Гузель, Виктору Афанасьеву, вы еще, может, плохо его знаете. У нас здесь в офисе сидит бывший полковник милиции, начальник отдела кадров области. И эти ребята, мы все от команды работаем, да, и мы помогаем этим пенсионерам, мы помогаем. И у меня никогда не было, ни один пенсионер мне не сказал, ну, когда вы начнете выплачивать дивиденды, почему, потому что они владеют правильной информацией. И эту информацию мы доносим до людей. Почему? Потому что, ну, так надо делать. Почему у нас в документах написано вот так, что 17-й год окончания. Да потому что, вот опять же, ответы, вы все эти знаете ответы, что мы целый год потеряли в Литве. И здесь сказать не по нашей вине, да, это наша вина. Это вина руководства, вина Анатолия Дорчуницкого, вина Бабурина, юристов, что мы поверили правительству Литвы и пришли к ним по их просьбе. И потеряли год, и потом полтора года выдергивали, как говорится, через суды деньги, которые были как задаток вложены в банк. Вот мы все это, вот прошли все это, вы все это знаете. А теперь, как здесь, вот Танюша как раз подборку, Татьяна Новика из Москвы, умничка вообще, просто, Танюша, большая тебе благодарность, респект, подборку сделала, где она действительно отвечает о том, что, дорогие друзья, так у нас, мы сейчас в данном случае, вот если взять вот эту потерю один год, мы на самом деле опережаем график, но опережаем график не в плане инвестиционного накопления, то есть поступления денег, а в плане технической реализации. И вот хочется узнать, я сейчас просто начну вот зачитывать, вот просто читаю в чате то, что Танюша сделал по горке. Вот чтобы не придумывать, надо это, а нет, не сейчас, ну вот с этого момента. Своими ответами вы очень больно ударили по рукам людей, которые вложили душу в проект и вправе ожидать от проекта ответной реакции. Там давал ответ Виктор Игорьевич Бабурин, и ответы давал точно так же, как Виктор Тарасов, вот Виктор Бабурин и Виктор Тарасов. Это два человека, вот они настолько похожи в своем профессионализме, то есть они, вот они работают, они вообще и общаются, и работают по принципу обещай меньше, чем можешь, а сделай больше, чем обещаешь. Вот по такому принципу. И то, что мы, но в то же время, вот вы знаете, я один раз как-то с Виктором Игорьевичем Бабурином тут не спорил даже, а просто сказал, вот Виктор Игорьевич, вот понимаете, я как сетевик, я как профессионал, как, скажем так, мотиватор, я ему привел пример, что, вы знаете, многие знают из вас этот пример, как можно, можно ли продать слона. Когда я просто напомню эту, это не байка, это действительно такой пример, знаете, что, вот знаете, у меня есть слон, классный слон, просто супер слон. Мы встречаемся с Юрой Зубером, и я говорю, Юра, привет, привет, как дела? Я говорю, все нормально, у тебя, как я говорю, у меня просто все супер, сумасшедше, здорово. Ты знаешь, я недавно приобрел слона, слона, который вот помощник просто невероятный. Он дома, во дворе там, у меня частный дом, во дворе там помогает поливать грядки тещи, да, из своего хомата, он возит детей на своей спине, он пылесосит своим хоматом, даже пылесосит, он там протаптывает тропинки в ближайшем лесу, где надо. И вообще, как я без него жил раньше, я просто не представляю. Юра говорит, Григорий, слушай, мне твой слон нужен просто позарез. Продай мне слона. Я говорю, Юр, ну как продать слона, который мне самому очень нужен, я недавно купил. Он говорит, ну умоляю, продаю, у меня просто жизнь рушится, мне слон просто поможет твой. Я говорю, ну ладно, хорошо, уступлю тебе. И продал ему слона. Встречаемся через неделю. Юра приходит ко мне, весь такой ободранный, фингал под глазом там и так далее, и так далее. Юра, что случилось? Он говорит, Григорий, твой слон, блин, он вытоптал у меня все грядки, теща от меня сбежала, дети от меня ушли, жена живет сейчас на другой квартире, и вообще это какой-то кошмар, просто ужас. Куда мне деть этого слона? По поводу продажи. Я говорю, Юра, с таким настроением ты слона не продашь. С одной стороны, знаете, это такое каверзное, каверзный такой, не то что вопрос, а каверзный пример, но, вот, дорогие друзья, и я вас тоже понимаю, я вас тоже понимаю, всех понимаю великолепно. Если мы скажем, ну сказали бы даже потенциальным инвесторам, вы знаете, дорогие друзья, вообще свои дивиденды вы можете не получить никогда. Почему? Потому что это венчурный проект. Но кто-нибудь к нам бы пришел, нет? Да, наверное, никто. Скорее всего, никто. В дальнейшем, вот мы хотим или не хотим, все равно Анатолий Дуанчиницкий это бы сделал и нашел бы финансы, и все равно бы он это сделал. Но у нас появился уникальный шанс. Но на основе грамотной подачи не только информации, но и понимания, то, что мы видим своими глазами, что происходит. Вот этот момент очень важен. То есть мы грамотно осознаем, должны грамотно осознавать, что мы делаем, что мы создаем. Даже не просто Анатолий Дуанчиницкий с командой, с огромной командой, которой сейчас уже в команде более 400 человек. Но мы точно так же члены этой команды. Мы начали глобальнейшее дело, которое готовила, Анатолий Дуанчиницкий и его команда готовила практически чуть ли не 40 лет. И мы находимся в стане запуска, продажи этой технологии. И в этот момент как раз появляется, знаете, такое желание у некоторых людей, это тоже нормально. Почему? Потому что им кто-то что-то пообещал, или они, знаете, как у нас у русских бывает, у, по-моему, Евгении Онегине, меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. Но я еще раз напомню вот эту фразу, которую я повторяю практически на каждом вебинаре. Дорогие друзья, мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Это цитата из выступления Анатолия Дуанчиницкого. То, что сделали вместе Цефинсон, Форд и Боин, это самый крупный бизнес за всю, это гигантская индустрия. Это отрасли, образующая корпорация. И в два прихлопа, в три притопа она не создается. Но то, что у нас записано в документах, 15 этапов развития и подготовках выхода на IPO, мы это соблюдаем. Больше того, для того, чтобы этот процесс ускорить, Алексей Суходоев, Сибиряков Сергей Анатольевич, и параллельно этим помощь оказывает, в любом случае, и Виктор Бабурин, и Бабурин, и Тарасов, вот это к подготовках тому, чтобы, может быть, быстрее сделать, вот именно дать возможность людям получить что-то. Вот что-то, а то, что Анатолий Давыдович Ницкий на одном из вебинаров сказал, что в начале 2018 года, возможно, будут первые выплаты, ну, дорогие друзья, это не значит, что 100% будет, но то, что это будет, вот вы можете дальше вспоминать меня точно так же, и говорить мне, что Мирошниченко Григорий Михайлович сказал, что это будет. Да, я говорю, что это, потому что я это верю. Если не просто верю, а на 1000% верю, и больше не только верю, но и делаю. Так вот, по поводу вот этого, своими ответами вы, то есть как бы и Виктор и Бабурин, очень больно ударили по рукам людей, которые вложили душу в проект и вправе ожидать проекта ответной реакции. Дальше, ответ. Ответ. Ответ не помню от кого, но ответ был такой, вы душу таким образом в проект вложили, 200 долларов проинвестировали, так у вас душа в этих деньгах, это не обвинение опять же, просто ну как бы. Я понимаю, Анатолий Давыдович Ницкий вкладывает душу, это мне совершенно очевидно, его соратники, которые также живут в Скайвеем. А где и что ваша душа, которую вы вложили, и теперь душу готова вытвихнуть из всего руководства, из тех, кто реально работает день и ночь. Это опять же, ребята, не обвинение. Дорогие пенсионеры, у меня структура огромная, пенсионер, но, наверное, просто я нахожусь рядом с ними, и мы с ними общаемся, и я всегда даю понимание, ребята, то, что мы делаем, это не только для ваших внуков, детей, внуков и так далее, но и для вас тоже. И эта уверенность, вот просто то, что сейчас происходит, вроде как особо таких супер новостей, где супер новости? Супер новости заключаются в том, что, заметьте, мы готовимся и участвуем во всех глобальнейших выставках по всему миру. Мы готовимся, как Анатолий Датчиницкий и его команда собрали журналистов, ведущих вузов Белоруссии. Для чего? Мы готовим вот это информационное поле, информационное поле, которое будет грамотно оценивать наши достижения и доносить их помимо нас, без вкладывания денег в рекламу. Про нас пишут, то, что я ролик еще включил там дополнительно в рассылку на этот вебинар. Ребята, просмотрите его. Плюс к этому, кто не видел воскресный вебинар Магасумова Гузель и Виктора Тарасова, просьба, посмотрите, обязательно посмотрите. Там такая независимая экспертная оценка того, что делает Алексей Суходоев, Сибирьков Сергей Анатольевич и их команда. Вот такая, знаете, независимая оценка от суперфинансового профессионала. И этот ролик позволит действительно вам сохранить средства для дальнейшего грамотного инвестирования. Я не говорю, что обязательно в SkyWay, что-то еще, но грамотного распоряжения своими свободными средствами. Это очень важно. И вот по поводу того, что кто-то вложил 200 долларов и остановились. Вот вложили деньги и сказали так, что да, я же сделал что-то, я вложил даже 200, может быть, тысячи, а может быть, 10 тысяч долларов я вложил три года тому назад. Что вы от меня еще хотите? Мы говорим, мы благодарны вам за ваш взнос. Но нам гораздо более нужны вместо там 10, 20, это не осуждение, это здорово, когда к нам приходят крупные, ну, более-менее крупные инвесторы. Но в тысячи кратно нам интереснее, чтобы у нас было миллион инвесторов, которые бы ежемесячно вкладывали, по 25 долларов инвестировали, по полторы тысячи рублей на российские деньги. У нас люди с разных регионов, и на вебинаре с разных, и из Израиля, Геннадия, знаю, там, и из разных стран. Вот маленькие инвестиции, но ежемесячно. Ежемесячно, дорогие друзья. Почему? Потому что тогда нам больше, вот на сегодняшний день, из тех партнеров, которые зарегистрировались, это партнеры, не инвесторы, а партнеры, это более полутора миллиона человек во всех фондах, включая головную компанию. По 25 долларов в месяц, посчитайте, сколько это будет. Это почти будет 40 миллионов долларов. Это полностью закроет все наши необходимые финансовые нужды. Полностью. И нам для этого не надо дополнительно приглашать кого-то, звать кого-то и так далее. Шанс можно дать. Но мы уже здесь есть. Наша задача, остановиться нам нельзя. Мы не можем остановиться. Кто присутствует в чате 21, помните, да, я задание давал? Задание-то. Почему? Почему нам нельзя останавливаться? Да потому что мы это начали. Мы начали движение, как сожгли корабли. А теперь что? Теперь мы подняли ручки. Представьте себе, что Анатолий Дуальцев, Юницкий с командой, и с Бабурином, Виктором Игоревичем, и Сибиряков скажут, мне надоело мотаться по всему миру. Я не вижу детей. Все, я все, я прекращаю. Я же сделал свое. Я жду. Пусть приходят новые люди, и пусть они там что-то делают. Вот можете представить такую ситуацию? Я думаю, что нет. И наша задача... Да, вот дальше я читаю в чате, кстати. Татьяна, не буду читать кто, задала вопрос. И хотелось бы узнать причину такого большого отставания от меморандума. Целый год. Помните, да, я говорил по поводу того, что мы год потеряли в Литве. Но на самом деле, скорее всего, не потеряли. А наоборот, осознали. И как Виктор Тарасов, когда на вебинаре он делал анализ, он говорил, я очень был удивлен, что мы пришли вот тогда. Еще тогда он уже знал о проекте, потому что в числе первых он общался с Сибиряковым, Сергей Анатольевич, на первом, по-моему, такой, знаете, выездной крупной конференции здесь, в Челябинске. И я был удивлен, что мы пришли в Литву. Ну, прошли мы этот опыт, прошли. И все прекрасно, все замечательно. Так вот, это не потеря, а это просто отсрочка. Получилась отсрочка, ну, скажем так, по независимым от нас обстоятельствам. Форс-мажорным обстоятельствам. И хорошо, что мы совсем там серьезно не влезли. А и ответ. А это просто, Татьяна. Я прекрасно помню, как Анатольевич Юницкий, это не мой ответ. Я читаю просто. Лично говорил о сроках. И даже помню, что год 2017 был назван. То есть, действительно, в меморандуме и в наших 15 этапах написано, 17-й год закрытия продажи акций корневой технологии. Однако я помню и то, в каком контексте это было. Помню, к чему это была привязка. Это была привязка к Литве. То есть, мы были тогда на подъеме, мы были рады тому, что нас государство приняло на правительственном уровне заключены контракты. Нам выделена территория. Мы внесли полтора миллиона евро залога. Мы вперед. Мы двигались с сумасшедшей скоростью. И если бы это произошло, то мы бы уже, ребята, мы бы уже были. Все. Вход в корневую технологию был бы закрыт уже. И мы бы, наверное, сейчас уже просто ждали уже, даже не ждали бы, скорее всего, а уже было бы, возможно, полномасштабное строительство в странах Прибалтии. Почему? Потому что они первые к нам так отнеслись, вот открыли нам двери. Но, к сожалению, потом быстро закрыли. Но и в то же время самые крупные инвесторы у нас зачастую присутствуют и в прибалтийских странах. Именно низкий поклон всем тем, кто это делает и продолжает верить в нас. Это здорово. Это просто замечательно. Так вот, всего 15 этапов. И все этапы тоже были по срокам. Не жестким, а с временной вилкой. А теперь самое главное. Основным условием, вот просто как цитату, я считаю, надо записать. Основным условием соблюдения сроков прохождения этапов было своевременное финансирование в соответствующих этапах объемов. Повторю. Основные условия соблюдения сроков, это прохождение этапов, было своевременное финансирование в соответствующих этапах и объемах денег. И выполненные работы объема денег. Вот наша задача. Команда Анатолия Ивановича Ницкого делает это на 1000%. Наша задача свои 100%, да может 50, ну 30% выполнять то, что мы начали. И это не обеззаловка. Это просто, ребята, понимание, что начав делать что-то, нам останавливаться нельзя. Если кто-то будет стоять за спиной и смотреть, опять же, никто никого не заставляет. Но подглядывать, ну что там, когда там сделают-то, я подожду там что-то еще. Ребята, если не мы, то кто? Если не мы, то кто? И здесь точно так же есть ответы по поводу того, что, а где крупные инвесторы? Они есть. Их полно. Но эти инвесторы, как Сибиряков Сергей Анатольевич говорил еще раньше, его крылатое выражение, они боятся быть первыми, но не хотят быть вторыми. Финансирование, как известно, у нас народное. То есть это наша часть договора. И всем должно быть известно, что мы неоднократно срывали это условие. Мы срывали это условие. Анатолий Владимирович Юницкий постоянно работает в условиях недофинансирования. Это, ребята, это не секрет. Это не секрет. Это есть. И он сам об этом говорит. Нет, на чем экономить для того, чтобы по максимуму все это сделать. И вот в таких форс-мажорных условиях, это форс-мажорные условия, ребята, не по его недоработке, по нашей недоработке, по недоработке лидеров. Так вот, как мы можем предъявлять претензии какие-то компании, если мы где-то в чем-то недорабатываем? Где-то мы что-то людей вводим в лишнее ожидание. Хотя я скажу сейчас ответственность, скажу, что в ближайшие 3, максимум 5 лет, действительно, вот просто-напросто, дорогие друзья, просто-напросто, ну, очень-очень многие люди стоят супер обеспеченными людьми. И вот я, это не мои слова, я вот зачитываю. Так вот, как вы можете предъявлять компании претензии? Лично я постоянно поражаюсь гению Анатолия Владимировича. И я тоже поражаюсь его гению, но это пишет человек, который позволяет ему в этих условиях работать столь продуктивно. Низкий поклон ему и мое восхищение. Еще пару слов. Я лично знаком с Анатолией Владимировичем Минске. Кстати, эти все слова, вот это я читаю, это Михаил Ширинкин из Новосибирска пишет. Низкий поклон ему и мое восхищение. Еще пару слов. Я лично знаком с Анатолией Владимировичем Минске. На 100% уверен в его человеческих качествах. Уверен, что он реализует возможности на полную катушку. Наше с вами дело увеличить эти возможности регулярными инвестициями в объеме поэтапного плана. И внизу вот как раз подпись Михаил Ширинкин, Новосибирск. Сегодня 19.27. Миша, респект и низкий поклон тебе точно так же в том плане, что ты написал вот то, к чему хочется присоединиться и сказать. Вот именно, может быть, сегодня и заканчивая вот мое такое сумбурное выступление, там была еще такая фраза по поводу взгляда. А взгляд может быть только один. Коли начали делать, надо это сделать. Анатолий Владимирович Янинский, Дмитрий Бабурин, Сибиряков Сергей Анатольевич. Я называю вот это, наверное, святой троицей, скорее всего. Вот как бы хочется сказать. Вот это мое. Что-то, может быть, кого-то я недоназвал, но хочется здесь отметить именно этих людей. Точно так же, ой, респект и низящий поклон руководителям фондов. Это и, ну, прежде всего, так как мы больше все-таки работаем в фонде Кэпитал, мы работаем в фонде Кэпитал. Это Евгений Кудряшов. Вот я сам собственник двух проектов. И вот эта финансовая ответственность, ответственность за людей, ответственность юридическая, на него ложится просто невероятно. Дорогие друзья, вот вы, может быть, меньше всего, меньше общаетесь и знаете. И Евгений Кудряшов, он редко выступает. Но основной, вот основная нагрузка лежит. И вот здесь даже можно сказать не так, а можно сказать так. Я вам сказал так. Это без обид, но первое. Антоний Дорочининский. Второе. Сибиряков Сергей Анатольевич. Третье. Виктор Ильис Бабурин. Четвертое и, может быть, первое, это Евгений Кудряшов и, собственно говоря, Хавратов Андрей Федорович. То есть это руководители фондов, которые взяли на себя гигантскую, не просто ответственность, а гигантскую ношу, просто ношу, которую они несут. И вот нижайший поклон этим людям. Точно так же я отмечу, может быть, кто-то будет и не совсем, но тех людей, которые вот начинали в самом начале, в самом начале. Вот самое-самое первое. Это Сергей Семенов. Это и Саша Мосин. Это, чтобы как бы не забыть, таких самых-самых первых. Петр Кутумов. Петр сегодня в чате, кстати, Петя Кутумов. Это и... Ой, могу еще долго всех выписать, вообще всех людей, вот таких прям напрямую, и сказать. Так вот, взгляд может быть только один. Коль и начали делать, надо сделать. Юницкий Анатолий Дуанович, вся его команда делает свое дело на 10 тысяч процентов. Вот я не лукавлю, говорю, на 10 тысяч процентов. Живут в самолете, дома практически не бывают. Нас же более одного миллиона, хотя на самом деле уже полтора миллиона партнеров почти из всех стран мира. Так вот, когда каждый из нас... Ребята, донесите, вот то, что вы сегодня услышали. Замечательно. У меня просьба, донесите, вот через себя пропустите и донесите до людей. Когда каждый из нас возьмет на себя вот эту тяжкую, в кавычках, ношу, в кавычках, тяжкую, тяжелейшую ношу, инвестировать всего-то навсего по 25 долларов ежи месячна. По 25 долларов ежемесячно мы полностью обеспечим финансирование технологии. И нам больше посторонних никаких олигархов не надо. Или я не прав. Возьмите и посчитайте. А вот жаловаться, предъявлять мы можем все. И я тоже могу. У нас нет дороги назад. Мы не можем останавливаться. А вот нытиков и попутчиков, не оберегайте, дорогие друзья, но эти люди есть. И это их выбор. Даже они то, что сделали уже, и за это им спасибо. Их всегда будет много. С уважением и пониманием и терпением. Как помните, я сегодня писал уже. С вами был Григорий Мирошниченко. В городе Челябинск. Группа компании Skyway. Дорогие друзья, давайте делать. И делать самую простую вещь. Финансировать. Минимальные даже суммы, но всем. Проштудируйте все свои кабинеты. Вот от и до, от начала и до конца. Свяжитесь с людьми. Поговорите с ними. Плюс к этому. Внимание. Новость сегодня, о которой знает пока что ограниченное количество людей. Огромное пожелание от всех было по поводу того, что кто-то из наших инвесторов, немолодых инвесторов, ушел из жизни. Такое, ну, это жизнь. Плюс к этому. Кто-то хотел оставить завещание. Так вот, принято решение. Вы, Кэпитал. Пока я говорю про Кэпитал. Про Кэпитал. И головную компанию. У Андрея Федоровича Хавратова пока я не могу сказать. Почему? Потому что пока не владею этой ситуацией. Но принято решение. В ближайший месяц, может быть, два месяца, появится инструмент даже, а возможность указать. Давайте, чтобы неправильно меня не поняли. Я так как бы своим языком скажу. Право преемника вашего кабинета или ваших акций. Это то, что беспокоит. Я не ошибусь скажу, что 90% наших инвесторов. Так вот, дорогие друзья, ради этого просто поаплодируйте сами и поаплодируйте команде. Ну, я, прежде всего, говорю здесь про, ну, наверное, Кэпитал. Просто про Кэпитал я расскажу. То есть Евгению Кудряшову, Ларисе Артамоновой, Инете Аджаны, то есть членам правления Владимиру Волкову. Что бы там ни было, дорогие друзья, но они это услышали. И вот это решение, оно очень важно в плане еще и имиджа компании. То есть это тоже, я думаю, что вы все это поддержите, все абсолютно. Это новость. Вторая новость. Не просто новость, а пожелание. Дорогие друзья, все, кто проживает в ближайших регионах города Москвы, плюс к этому команды, команды людей, которые в наибольшем количестве выйдут в Москву на наш, вот в этом году это первый такой всероссийский форум, глобальнейший форум 9-10 декабря. Очень важно быть там. Вот просто очень важно, невероятно важно. Тем более после Московской, то есть всероссийской транспортной недели, там будет просто улетная информация. И вот эту улетную информацию вы со своими эмоциями привезете в регионы. Я всем благодарю за внимание. С вами был Григорий Мержинченко, город Челябинск, группа компании Skyway. И хорошего вам настроения, позитивных эмоций и веры даже, а уверенности в том, что мы это сделаем. До встречи на следующих вебинарах. Завтра не забывайте. Алексей Сухадоев, Исей Береков, Сергей Анатольевич. Субтитры создавал DimaTorzok